Экологическая ситуация в областном центре не улучшается, говорят специалисты. За последние пять лет увеличился уровень сердечно-сосудистых заболеваний и новообразований. По онкозаболеваниям и сахарному диабету область впервые превысила общие украинские показатели. Экологическую ситуацию в Запорожье обсуждали на совещании в облгосадминистрации. Основным загрязнителем городской экологии считают одно из крупных металлургических предприятий. За год его выбросы составляют 59 тысяч тонн. Это 68% от общего объема. За первое полугодие этого года его выбросы увеличились на 29 тысяч тонн. Причина – рост производства чугуна. Ситуация с высоким загрязнением усложняется еще тем, что с 2012 года полномочия по выдаче разрешений на выбросы загрязняющих веществ для предприятий первой группы, это крупнейшие наших загрязнители, были переданы Министерству экологии и природных ресурсов Украины. Один из самых проблемных вопросов состояния атмосферного воздуха из 934 замеров не отвечало нормативам 154. Основными загрязнителями атмосферного воздуха остается пыль, это 56% от всех превышений соединения фенола, сероводорода и сероуглерода. Превышения по вышеуказанным ингредиентам регистрировались в границах от 1,1 до 2,2 предельно допустимых концентраций. При этом сернистые соединения остаются ведущими загрязнителями на протяжении последних лет. Я думаю, у каждого предприятия, даже частного, если это нормальный хозяин думает о помощи, должен быть перспективный план развития финансовый, в котором в первую очередь, в первом пункте, должен быть отрабожено, это замена всех тех устаревших технологий, которые идут в производство. Ну, наши же дети с вами здесь живут, правильно? Вот когда слышишь, что в десятки раз увеличено, в десятки раз превышает, нам с вами поколение, как-то сказать спасибо, да, потому что это мы все вернули, да. Самый натуральный приговор нашим жителям в городе. Вот звучит такие доклады. Сейчас у Госнадзора нет функций оперативного надзора. По закону за 10 дней обязаны предупреждать предприятия о проверках. Считают, нужно создать действенную систему реагирования во время неблагоприятных метеоусловий и разработать компенсационную программу для населения. По итогам совещания был принят протокол с поручениями взяться конкретно за загрязнителей экологии.